Я приветствую всех жителей Самары и Самарской области. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В прямом эфире на телеканале Самара ГИС вы смотрите программу «Территория права». Ну что же, российский нотариат активно развивается. С каждым днем нотариусы приобретают новые полномочия, меняется и формат их взаимодействия с клиентами. Так, с 1 июля 2014 года начали функционировать новые электронные реестры, реестр уведомлений о залоге движимого имущества и реестр нотариальных действий. А в конце 2015 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал ряд законов о поправках, наделивших нотариусов дополнительными функциями при совершении нотариальных действий в целом, а также в отдельных областях оформления наследственных прав, сопровождении имущественных сделок и так далее. Рассмотрим нововведения подробнее с нотариусом города Самары Инна Борисовна Хайкина. Здравствуйте, Инна Борисовна. Здравствуйте. Ну что же, мы традиционно работаем в прямом эфире. 202-11-22 телефоны в студии. Вы можете сейчас и в течение 30 минут позвонить к нам в студию и задать свой вопрос касательно наследства, брачного договора. Ну а также, как я уже сказала сегодня, мы подробнее говорим о нововведениях. Начинаем с наследства, пожалуй, да, Инна Борисовна? Вот прежде всего хотелось бы выяснить, что вообще может входить в состав наследства, вот с учетом всех тех нововведений, о которых я сказала выше. Ну, хотелось бы напомнить, что в прошлом эфире мы говорили о наследственном фонде, о том, что нас ждет с 1 сентября 2018 года. Тот совсем новый блок в гражданский кодекс, который будет введен, он будет касаться непосредственно наследственного фонда тех прав и обязанностей, которые может оставить наследодатель на случай своей смерти, чтобы его дело, его бизнес, его капитал, его активы росли, процветали и приносили те плоды, которых он и хотел увидеть впредь. И достигали те цели, которые он поставил изначально, будучи учредителем такого фонда. Но вместе с тем хотелось бы напомнить и о каких-то таких важных вещах, которые, к сожалению, встречаются в обычной будничной жизни. И просто поговорить о основных моментах наследования, с чем обращаются к нотариусам. В соответствии с статьей 1110 гражданского кодекса, при наследовании имущество умершего переходит в порядке универсального правоприемства. То есть переходят и активы, и пассивы. Всегда переходит именно все имущество в неизвенном виде. Если мы говорим об активах, то это недвижимость, это денежные вклады, автомобили, какие-то права и обязанности по договорам долевого участия. Если мы говорим о пассивах, это те же, может быть, обязанности по договорам долевого участия. Например, такая обязанность, как внесение дополнительных денежных средств. И пассивы это могут быть какие-то обязательства по неисполненным договорам. Договорам займа, где наследодатель выступал заемщиком. Кредитным договорам, где наследодатель также выступал заемщиком. И какие-то еще его обязательства, которые не были им исполнены при жизни. Конечно, оговорюсь и скажу, что это не значит, что наследники должны полностью отвечать всем своим имуществом за наследодателя, за своего предшественника. Они отвечают только в той части, которую унаследовали. Ну, хорошо. Вот кто же может быть призван к наследованию и лица, которые могут призываться к наследованию? Это наверняка разные понятия. Если да, то разъясните, пожалуйста. Да, еще хотела бы договорить, что в состав наследства входит именно то имущество, которое принадлежало на день открытия наследства. То есть всегда смотрит нотариус, что принадлежало, какие правообязанности были у наследодателя. И если говорить о лицах, как вы задали вопрос, кто может быть призван к наследству, то это нужно говорить о тех наследниках, которые, граждане, которые находятся в живых на момент смерти наследодателя, и о зачатых и неродившихся детях. Ну, родившихся живыми потом после факта смерти. Мы также можем говорить в данном случае о юридических лицах, которые могут быть признаны к наследованию. Ну, к таким юридическим лицам чаще всего относятся назначенные по завещанию юридические лица, так как завещание может быть составлено в том числе в пользу юридического лица. Ну, а если это вымороченное имущество, и никто не обратился за наследованием того или иного объекта, например, за объектом бывает часто квартирой. Ну, пожилые люди не знают, кому составить завещание, и просто умирают, не оставляя никаких распоряжений на случай смерти. И тогда уже речь будет идти о вымороченном имуществе. И мы говорим, что к наследованию могут призываться Российская Федерация. Елена Борисовна, у нас есть звоночек, мы продолжим обязательно. Здравствуйте, вы в прямом эфире программы «Территория права», и мы слушаем ваш вопрос. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как можно расторгнуть договор пожизненной ренты? Спасибо, большой вопрос, интересный. Обязательно, кстати, в программах затронем эту тему. Ну, актуальная на сегодня, но сейчас ответьте, пожалуйста, на вопрос. Да, вопрос, требующий нотариального ответа и нотариальной помощи вам. Договор пожизненной ренты наверняка вы заключали в нотариальном порядке, он по-другому быть не может, это обязательно нотариальная форма, в противном случае он просто ничтожен. Да, поэтому, чтобы его расторгнуть, вам тоже нужно обратиться к нотариусу. Елена Борисовна, сразу к тому же нотариусу, которого заключали, либо абсолютно к любому? Да, самое главное, чтобы была соблюдена форма, нужно обратиться к любому нотариусу на территории Самарской области уже, наверняка у вас объект на территории Самарской области находится, составляет соглашение о расторжении договора пожизненной ренты. При этом нужно иметь в виду, что возможно такое положение сторон, что стороны будут возвратимы в то положение, в котором мы заключали договор пожизненной ренты, либо стороны будут просто, обязательства прекращаются, и стороны будут в том положении, в котором сейчас, но за исключением каких-то прав и обязанностей. Я расскажу это на примере, если, например, у вас пожизненная рента и нет никакой конфликтной ситуации, вы просто хотите прекратить ваше рентное обязательство, то рентные обязательства прекращаются, платежи уже не выплачиваются, при этом тот человек, который платил ренту, то есть уже обладатель квартиры, на основании соглашения о расторжении ренты просто будет снимать обременение. Получатель ренты тоже должен осознавать, что при расторжении ренты он не получает никаких в дальнейшем рентных платежей, ну и, соответственно, уже и не является собственником квартиры. Ну, такая ситуация, возможно, наверняка, когда, возможно, между какими-то достаточно близкими людьми заключены договоры пожизненной ренты, и эту квартиру необходимо продать. Естественно, с обременением квартиру вряд ли кто-то захочет купить, поэтому нужно снимать это обременение, нужно расторгать договор пожизненной ренты, прекращать рентные обязательства и уже квартиру продавать свободным от прав третьих лиц. Инна Борисовна, очень, конечно, тема интересная, и она на самом деле очень емкая, но вот я не могу не задать вам вопрос, потому что по ту сторону, уважаемые телезрители, наверняка со мной согласятся. Вот скажите, человек-то в итоге квартиру не получит, а вот те платежи, которые он уже выплатил, они возвращаются назад? А человек не получит квартиру тот, который изначально и передал ее? Конечно, конечно, разумеется. Конечно, человек, он изначально передал квартиру, переход права собственности произошел, рентные платежи, как у него были получены им, так и получены были. То есть все, а заходы здесь нет? Конечно, то есть получатель ренты, он то, что платил фактически, например, ежемесячно какую-то определенную сумму, с той суммой он и попрощался. Ему эта сумма не возвращается. Не возвращается. Да, конечно. Спасибо большое. Я напоминаю, мы работаем в прямом эфире, принимаем ваши звонки, уважаемые телезрители, по телефону 202-11-22, программа «Территория права». Инна Борисовна Хайкина сегодня отвечает на ваши вопросы, нотариус города Самара. Ну и, конечно, периодически обратите внимание, что появляются телефоны Нотариальной палаты Самарской области, а также сайт, где в рабочее время консультанты обязательно вас проконсультируют по интересующим вас вопросам. И мы продолжаем наш разговор про вымороченное имущество и наследство. Все-таки давайте продолжим. Да, продолжим. Напомню, что существует определенный порядок очередности лиц, которые призываются к наследованию. И только именно в этой строго определенной последовательности лица могут быть призваны к наследованию. Это не значит, что нельзя подать заявление о принятии наследства лицами второй очереди, третьей очереди или четвертой очереди. Это просто говорит о том, что нотариус выдаст только в порядке очередности наследства права наследства. Так вот, первыми к наследованию призываются дети, супруги, родители наследодателя. Внуки наследодателя не названы законодателем в качестве отдельной очереди наследования. И они могут наследовать только по праву представления. То есть, если их предшественника нет, если он, к сожалению, умер раньше. Если нет наследников первой и второй, наследниками второй очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка. Здесь могут рассматриваться бабушка и дедушка как со стороны отца, так и со стороны матери наследодателя. И уже племянники и племянницы наследодателя, то есть дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя, наследуют тоже по праву представления. То есть, если вот их, так скажем, предшественника нету, там, мамы или отца, они встают на их место. И наследуют уже как наследники второй очереди. Ну, бывает такое, что и наследники второй очереди отсутствуют. Тогда статья 1144 Гражданского кодекса призывает к наследованию наследников полнородных и неполнородных братьев и сестер, родителей, наследодателей. То есть, фактически, это дяди и тети умершего человека. И уже двоюродные братья и сестры тоже наследуют по праву представления. Ну, конечно же, если есть завещание, то наследатель, если оставил завещание, то, конечно же, есть преимущества. Да, давайте тогда поговорим, какие они. Ну, однозначно, преимущество будет прежде всего в том, что воля завещателя и наследателя будет соблюдена настолько, насколько он хотел это при жизни. Начиная от лиц, названных в завещании, и заканчивая распределением долей пропорционально или непропорционально тем лицам, которым он назвал в завещании. Также можно одно из преимуществ назвать, что можно распределить целое имущество, либо его части. Можно каким-то образом возложение сделать какое-то на того человека, который получил какой-то объект. Я говорю о завещательном отказе, либо завещательном изложении. Завещательный отказ – это самый распространенный вопрос и самый, наверное, удобный для тех граждан, которые впоследствии будут проживать с наследниками. Это тогда, когда завещатель приходит к нотариусу и говорит, что он бы хотел, например, составить завещание, в котором мог говорить, что квартиру оставляет в пользу, например, своей дочери, но при этом, чтобы его супруга имела право проживания в этой квартире. И это очень важно, чтобы защитить супругу, которая останется и будет иметь, так скажем, официальное право проживания. И в то же время он не обделит и свою дочку, которая будет уже полностью собственницей квартиры. Преимущество завещания, конечно, еще в том, что завещание в любом случае можно отменить и изменить только по желанию наследодателя в любое время. Еще одно из преимуществ, которое в настоящее время, с учетом нововведения, которое существует у нас уже с 2013-2014 года, о том, что все завещания вносят в виде информационную систему. И если наследодатель, завещатель не хочет при жизни огласить, оговорить и распределить, прочитав при этом вслух свое завещание, то в любом случае лица, которые подадут нотариусу заявление о принятии наследства, они смогут получить информацию через нотариуса, потому что нотариус проверяет каждого наследодателя на предмет наличия завещания, и выходит нам вся история завещаний. Да, порой бывает это совпадение по фамилии, имени, отчества, но мы проверяем, делаем запросы, общаемся между коллегами и выясняем от того, завещать ли это было или нет, чтобы прочитать завещание, сопоставить эти завещания и посмотреть, не отменяет ли одно завещание другого. Предыдущее, соответственно. Спасибо. 202.11.22. Мы работаем в прямом эфире времени. У нас еще предостаточно. Дозванивайтесь, уважаемые телезрители. Если вдруг линия занята, набирайте нас снова и снова. 202.11.22. Инна Борисовна, давайте поговорим о требовании к составлению завещания. Вы знаете, несмотря на такой очень активный информационный век, все-таки от многих знакомых пожилых я слышала такую фразу. Я написала дома завещание, оно у меня лежит и приспокойненько вступит в силу, когда наступит такой момент. Скажите, конечно же, обязательно нужно удостоверять завещание у нотариуса. И действительно ли, если такое завещание к нотариусу попадет, просто составленное от руки. Обязательно ответите на этот вопрос. Примем звонок от телезрителей. Да, конечно. Здравствуйте. Алло, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Слушаем. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли такая служба у нотариусов, которые работают в выходные дни, в субботу и в воскресенье? Спасибо. Организационный вопрос. Озвучите, Борис. По телефону 242-26-31 вы, конечно, узнаете более полную информацию о рабочих днях всех нотариальных контор. Про субботу однозначно могу сказать, да. Работают много нотариальных контор в субботу. Прежде всего, работает контор на площади Революции с 8 до часу, это точно. По телефону 332-3405 можете более точную информацию уточнить. Много нотариальных контора работают в Кировском и в промышленном районах по субботам. Еще есть две нотариальные конторы, которые работают и в воскресенье с недавнего времени. Точные адресы их и телефоны вы узнаете в нотариальной палате. Да, на сайте нотариальной палаты периодически появляются, как я уже говорила, телефоны и сайт. Вот позвоните, пожалуйста, туда в рабочее время и более точную информацию, где вам удобно, ближе к вашему адресу. Да, конечно. Сможете посетить нотариуса. Итак, про составление завещания. Действительно ли завещание, проще говоря, написано от руки? Завещание написано от руки дома у любого человека, конечно, будет ничтожным, недействительным и оно потом будет, в принципе, неисполнимым. Но даже суд, я думаю, признает его просто обычным документом, который невозможно исполнить. Хотя раньше, сколько лет назад такие завещания были действительно? Завещания такие не были. Действительно, может быть, была помощь у органов местного самоуправления, которые удостеряли такие завещания. Это больше относится к поселковым администрациям. Да, были такие моменты, когда они имели право составить такое завещание. Но в любом случае нужно либо подойти к нотариусу с таким завещанием, чтобы мы посмотрели, действительно оно или нет. Либо я все равно рекомендую его переделать. Это такое завещание, если оно было составлено ранее, потому что много существовало моментов пробелов в законодательстве. И в течение определенного времени органы местного самоуправления не имели права такие завещания удостоверять. Но, тем не менее, по старой привычке просто их делали и писали. Поэтому, если не хотите, чтобы наследники потом уходили в суд, лучше, конечно, при жизни сходить в любую нотариальную контору и проконсультироваться. Наследников отправить можно будет потом в суд только для исполнения нотариусом такого завещания. Какие же требования? Поэтому завещание должно быть обязательно составлено в письменной форме и нотариально удостоверено, однозначно. И сразу гражданский кодекс говорит, что не соблюдение о письменной форме и его удостоверение влечет его недействительность. В случае, когда необходимо и завещатель желает, чтобы при составлении завещания присутствовали свидетели, такие моменты тоже есть. Это плюс, кстати, Инна Борисовна, чтобы потом не возникало никаких вопросов, что он недееспособный был человек, когда составлял это завещание и так далее. Или я не права? Вы знаете как? Ну, вот мое личное мнение, что это, скорее всего, палка о двух концах. Потому что мы никогда не можем быть уверены в добросовестности того человека, который был свидетелем. Конечно, он может подтвердить в суде такие намерения, он может подтвердить волю завещателя, он может подтвердить, что действительно это не было понуждением. Конечно, это все подтверждает и нотариус, и если это какое-то было бы понуждение, то нотариус никогда бы не удостоверил такое завещание. Но свидетель может сказать вдруг и обратное. И мы никогда не знаем, что будет через 10-20 лет, как этот свидетель проявит себя в завещании. Значит, если лицо заинтересовано, а если человек совершенно посторонний, не указанный в завещании, не родственник и так далее? Ну, разные бывают случаи. Судебная практика тоже неоднозначно говорит о том, что это всегда плюс для завещателя. Не случайно нотариальная тайна существует, и не случайно существует тайна именно о завещании. Это отдельная статья в Гражданском кодексе. Мы не имеем права говорить о завещании ни одному органу. Даже о том, что оно составлено? Даже о составлении, конечно же, о его содержании, о фамилии, имя, отчество лица, от которого оно составлено, никаким органам, должностным лицам, коллегам и так далее, до дня смерти. Статья 5 основного заказа в нотариате четко нам ставит рамки, Гражданский кодек ставит рамки, поэтому... Здесь можно быть спокойным, да, что тайна действительно сохранится? Конечно, в любом случае нотариус очень бдительно относится к тайне совершения нотариального действия. И есть строго определенный перечень граждан и юридических лиц, которым мы раскрываем информацию. И то, поверьте, даже суду мы раскрываем только в рамках определенных дел. Это всегда мы смотрим ссылку на гражданское, административное, уголовное дело. Всегда у нас есть строгий определенный перечень, кому мы можем рассказать тайну или нет. И если уж завещатель хотел бы так, чтобы при составлении участвовал еще его свидетель, конечно, такая возможность есть. И да, отказать в этом не сможете. Отказать не можем. Мы, конечно, разъясняем и о тайне совершения нотариального действия. И здесь уже мы выясняем, кто не может быть свидетелем. Ну, конечно, это не может быть нотариус, либо другое лицо, которое удостеряет такое завещание. Ну, мы можем говорить там об органах местного управления или еще о ком-то. Лицо, в пользу которого составлено такое завещание, естественно, мы не можем привлечь его к этому. Это заинтересованное уже лицо. Мы не можем привлечь того лица, в пользу которого сделан излучательный отказ. Как я говорила, излучательный отказ – это право, например, проживания в квартире близких к таким лицам людей. То есть это супруг, родители и, например, его дети, либо какие-то очень близкие родственники. То есть, по сути, это еще и свидетеля сложно найти, да? Да, это нелегко. Абсолютно не заинтересованного, так сказать, арбитра. Это граждане, которые не обладают дееспособностью в полном объеме. Это, конечно же, не могут быть несовершеннолетние лица, либо те лица, в отношении которых у нотариуса возникнет какое-то сомнение по дееспособности. И гражданин неграмотный, конечно, не может быть привлечен. Он не сможет подписать, написать свою фамилию, имя, отчество. А он тоже подписывает завещание вместе с завещателем. Ну, конечно, это граждане с такими физическими недостатками, которые не могут подписать, собственно, ручно. И не владеющие языком. Спасибо большое за такой подробный ответ. У нас есть звонок от телезрителей. Здравствуйте. Говорите, вы в прямом эфире программы «Территория права». Скажите, пожалуйста, я вот восемь лет тому назад составила ренту долго у вас. Ренту? Да. Да. Мне ее не надо переополнять. Вас все устраивает? Да. Плательщик ренты надлежащим образом выполняет свои условия? Да, да, да. Конечно, нет. Конечно, нет. Если вас все устраивает, и вы получаете то, если у вас рента, то денежное содержание, о котором вы договорились, если у вас договор пожизненного содержания с сождествением, тот уход и те обязанности, которые должен выполнять плательщик рент, он выполняет, то, конечно, нет никакой необходимости вам расторгать. Я могу только напомнить вам о том, что расторжение и выкуп ренты может быть в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Но расторжение может быть в том числе в случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Выкуп ренты происходит тогда, когда плательщик ренты ненадлежащим образом выполняет свои обязанности, уклоняется от оплаты, от рентных платежей, не выполняет свои обязанности по уходу, по дому, не исполняет иждивение то, о чем он говорил, и то, что написано в вашем договоре. Если вас все устраивает, и вы это видите каждый месяц, то, конечно, абсолютно спокойно живите с вашим договором. Спасибо большое. Есть еще время в программе 202.11.22. Телефоны в студии. Дозванивайтесь к нам, уважаемые телезрители. Издавайте свои вопросы. Вот сегодня уже второй вопрос про ренту. Тоже очень актуальная тема. Инна Борисовна, давайте мы продолжим про завещание. Скажите, пожалуйста, что может составлять содержание завещания? Ограничен ли завещатель в своих волеизъявлениях? Я бы сказала, однозначно нет, не ограничен, потому что завещатель действительно по своему наверению может любое составить содержание завещания, даже может лишить всех наследников. И это будет тоже содержание завещания. Да, это его воля. Обязательно продолжим. Примем звоночек. Говорите, добрый вечер. Слушаем вас. Здравствуйте. 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 Меня зовут Любовь. Я хотела задать такой вопрос. Вот я зарегистрирована по одному адресу, но я там не живу. А живу по другому адресу, что мне мама оставила в завещании. Скажите, пожалуйста, мне вот нужно составлять завещание своего ребенка на вторую квартиру, где я не прописана, но проживаю. Спасибо. Тоже интересный вопрос, Инна Борисовна. А как у вас связана прописка с завещаниями? Ну, в завещании указано, что она в своей квартире оставляет мне. Вы живы-здоровы, владеете потом через несколько лет этой квартирой. Вы впоследствии хотели бы сыну оставить эту квартиру? Своему ребенку, да. Мне нужно составлять завещание. А у вас есть еще дети? Нет, один ребенок. Супруг? Нет, нету никого. Если у вас нету никаких больше близких родственников, вас и так будет наследовать один ваш сын. Если на дату вашей смерти уже, простите, не будет родителей, и вы вновь не вступите в брак. Квартира, в которой вот эта женщина не зарегистрирована. Да, это не важно. Самое главное, что вы ее наследуете, и она будет вашей собственностью. Но вместе с тем, если вы думаете, что впоследствии вы можете либо вступить в брак, либо каким-то образом другим распределить имущество, и, может быть, сын просит об этом, может быть, ему несколько будет спокойнее, то завещание вы можете составить уже и сейчас, даже не на принадлежащее вам сейчас имущество. Вы просто предполагаете, что вы это получите в будущем, через какое-то время, и завещание вы можете составить уже и сейчас. Либо абсолютно жить с этим спокойно, и наследником первой очереди являются дети, и через много лет унаследует ваш ребенок как наследник первой очереди. Спасибо большое. Продолжим на вышеуказанный мой вопрос. Какие ограничения завещатель, в каких он волен? Я бы сказала, что он абсолютно свободен в своих предложениях, в своих распоряжениях. Конечно, он ограничен одной статьей, это статья 1149 Гражданского кодекса о наличии наследников обязательных. Об этом разъясняется нотариусом в каждом завещании, каждому завещателю. И при этом мы говорим и завещателю, и разъясняем, может быть, гражданам, которые приходят на консультацию вместе с завещателем, о том, что нельзя полностью лишить детей, родителей и супругов, которые будут нетрудоспособными. К таким относятся уже пенсионного возраста лица, либо инвалиды первой и второй группы. Спасибо, Инна Борисовна. Я думаю, что последний звонок мы принять успеем. Говорите здравствуйте, только будьте добры, лаконичнее. Слушаем вас. Можно ли отказаться от наследства? Отказаться от наследства? Нет. Был отказ от наследства, в наследство еще не вступили. Можно ли аннулировать этот отказ от наследства? От наследования? Я поняла вопрос. Напомню, что отказ от наследства нельзя взять обратно, нельзя от него отказаться, и он не составляется ни под условиями, ни под оговорками. Если у вас вдруг какие-то возникли сомнения, конфликтные ситуации или еще что-то, то только в судебном порядке. Вы можете обратиться в суд, и если суд признает, что что-то способствовало тому, что вы, может быть, не до конца поняли, либо не до конца осознали, то, возможно, опять же, судебная практика очень различна по этому вопросу, возможно, суд признает ваш отказ заблуждением и пересмотрит ваши наследственные права по отношению к следу дателю. Если уже свидетельства о праве наследства выданы, и если они уже... Фраза прозвучала «не вступили в наследство». Ну, не вступили в наследство, видимо, как отказались от наследства, видимо, так. Может быть, иным наследникам уже наследство выдано. Да, свидетельства. Тогда нужно ходатайствовать в суде о том, чтобы в случае, если признают ваш отказ, так сказать, заблуждением и его отменят, то, значит, нужно и признавать выданные свидетельства недействительными, отменять их, и уже вступать, конечно, в исковое производство с другими наследниками. Спасибо большое, Инна Борисовна. Время нашей программы подошло к концу. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, уважаемые телезрители. Следите, пожалуйста, за нашей программой, за анонсами. Мы обязательно продолжим свою работу, но уже в ноябре. Всего хорошего. Будьте здоровы. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова